Здравствуйте! Спасибо, что вы с нами в эфире «Это важно». Тема программы – использование земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. В начале немного истории. Люди используют жилища со времен первобытно-общинного строя. Первоначально это были различные пещеры и гроты. При отсутствии специальных инструментов рабочим материалом служили деревья, а также кости животных. Одно из старейших построенных жилищ в мире датируется приблизительно 10-м тысячелетиям до н.э. Оно было сделано из костей мамонта. Некоторые изобретения удивляют и в наше время. Например, микродом, который придумал немецкий архитектор. Всего 1 квадратный метр. Строится он 12 часов. Опытный образец стоит сейчас в Берлине. Снять его на ночь в центре столицы Германии туристы могут всего за 1 евро. Какого цвета и формы будет будущий дом, каждый решает сам. Материал тоже может быть любым. Дерево, камень, бетон, кирпич, сталь и даже стекло. Главное условие – иметь земельный участок и разрешение на строительство. Есть земля сельхоз на значении, а есть населенного пункта. Именно на такой земле можно строить дом. Объект индивидуального жилищного строительства – это жилой дом не более трех этажей, в котором проживает одна семья. Внимание! Подвалы мансарды тоже считаются этажами, поэтому двухэтажный дом в этом случае приравняют к четырехэтажному. А это уже нарушение градостроительного кодекса. Вот этот строящийся дом по улице Краснодарская, 40, по словам соседей, должен был быть трехэтажным. Но недавно появился четвертый. Жалобы все сводятся к одному. Новостройка буквально нависает над малоэтажным жилым сектором. Правда, некоторых жильцов это не пугает. А соседи все разрешение дали. Я не знаю, о чем они вообще думают. Я не давала, ко мне не подходили. Ко мне это я уже узнала только. И остальные все погугали, и вся Краснодарская подписала. Есть район? Парковки нет, балконы висят. Новый главный архитектор города считает важным не допускать незаконного строительства в Анапе. Работает группа муниципального контроля, подготовившая перечень адресов, где есть нарушения. Все то, что происходит, конечно, не красит застройку города. Все, что выше трех этажей, это уже нарушение. Стратегия развития индивидуального жилищного строительства в городе специфична. Связано это в первую очередь с тем, что Анапа – курортный город. Многие строящиеся дома становятся гостевыми с признаком коммерции. Законом это не запрещено. В гостевом доме должен проживать собственник. Комнат для сдачи должно быть не больше 15, и каждая по 75 квадратных метров. Главное – платить положенные налоги и строить индивидуальные жилые дома в разрешенном месте. Жилой дом можно построить только в черте населенного пункта. Достаточно много земли, сельхозназначения, которые находятся за пределами населенного пункта. Сегодня есть попытки их осваивать по строительству и жильям. Это запрещено. Попал ваш участок в населенный пункт или за его пределы можно узнать по важному документу – генплану города. В данный момент он находится в Москве. Его должно утвердить в Министерстве регионального развития. После этого, я думаю, что в кратчайшие сроки будут разработаны правила землепользования застройки. То есть эти документы, основные территориального планирования, они регулируют границы населенных пунктов, где в каком квартале, какая должна быть застройка. Малоэтажная, низкоэтажная, многоэтажная, высотная, жилая, либо промышленные предприятия, либо общественные здания и так далее. Каждый населенный пункт имеет перспективы своего развития. Поэтому ваш участок, который числился за чертой населенного пункта, вполне после утверждения генплана, может оказаться уже в населенном пункте. Тогда нужно будет, как и всем, кто начинает строительство дома, предоставить в управление архитектуры три документа. Правоустанавливающий документ на землю, градостроительный план. Этот документ выдает орган местного самоуправления бесплатно и схему размещения объекта строительства. А вот проект на дом вы вправе не заказывать. Градостроительный кодекс не требует наличия проекта для индивидуального жилищного строительства. То, что требовали раньше, в обязательном порядке показать проектную документацию, это было незаконно. В управлении архитектуры ежедневно рассматривают документы получения разрешения на строительство. Будущий дом может быть любой формы, цвета и материала. Но есть причины, по которым все же отказывают в его строительстве. Мы определяем пятно застройки от соседей, от красной линии. И если схема планировочной организации земельного участка имеет какие-то иные отступления, тогда вот это является единственным в принципе отказом. У Тимофея недавно появилась возможность сменить квартиру на частный дом. Каким он будет, он уже хорошо представляет. Собрал все необходимые документы и сдал в многофункциональный центр. Там тоже есть окно управления архитектурой. Пришел подать документы в архитектуру на разрешение на строительство. Очень удобно. Приходишь в одно место, тут тебе и КУМИ, и архитектура, и другие организации, тот же Росреестр. Построить дом – дело хлопотное. Тимофей признается, что хочет большой дом, поэтому осуществить мечту так быстро не удастся. Нужно время. Градостроительный кодекс предусматривает, что разрешение на строительство индивидуального жилого дома выдается сроком на 10 лет. Вместе с тем, земельный кодекс предусматривает, что если земельный участок был предоставлен физическому лицу по договору аренды и не был использован для строительства в течение трех лет, то собственник земельного участка, то есть это или органы местного самоправления, или госорганы вправе обратиться в суд с иском о расторжении договора аренды. После строительства дома собственнику или арендатору земельного участка, на котором построен дом, предстоит его сдать в эксплуатацию. Первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая дала четкую задачу всем службам – упростить систему регистрации права собственности. Так у анапчан появится возможность беспрепятственно пройти этот завершающий этап. Анапчане уже отметили, что если раньше документы находились в кабинетах чиновников месяцами, а то и годами, то уже сегодня все разрешения выдаются точно в срок, если весь пакет документов изначально собран по правилам. Застройщики должны обращаться в первую очередь напрямую за регистрацией своих прав на недвижимость в регистрационную палату. По жилым домам, которые не связаны с бизнесом, а являются именно жилыми домами, невзирая от их площади, то ли это 200, то ли это 300 квадратов, то ли это 400 квадратов, они должны регистрироваться беспрепятственно. Нет места лучше дома, и сердце всегда там, где дом. И болеть оно будет меньше, если все сделано по закону. Всего доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!